всем огромный привет я нахожусь просто в обалденном месте это офисом спаситель здесь каворки но приехала сюда посмотрите ради кого я приехала сюда тоже приятно спасибо 18 мне предложила встретиться и воссоздать какой-нибудь классный макияж потому что в последнее время для своих треш-обзоров я использую ее работу встречаю просто кучу комментариев о том что это же невозможно это все голимый фотосоп сегодня мы все провели насти конечно потрясающе выглядит это кита веснушки да мы себе такое же сделаем это твой помощница команда еще одна ся конечно такая вся посмотрите на модном вайбе . счастливые тапки я в них везде езжу мы будем делать образ вместе с укладкой а сейчас вам покажу вид из окна какой вид здесь на набережную и вот здесь собственно сейчас будем снимать смотрите сколько здесь косметики будет какой-нибудь может в конце гид там типа получим продуктом печенки просто скриньте вот так лучшие продукты здесь то зачем я сюда езжу красота я за москве покупала здесь у вас же мечу с этой помадой кстати этих мне говорит на перестань ее брать на аэропорту постоянно останавливают что-то железное у вас странной формы похоже везде достаю эту помаду эта помада докажите мы достаем это короче лобутанта валентинка давайте вот снятая сегодня тинка стоит как крыло самолета когда мне настя написала я перешла в профиль и просто обалдела с работ потому что до этого по моему я на него не натыкалась то есть мне прислали отдельные работы скрины которые я использовала как образцы для своих треш-обзоров но мне вообще так понравилось это просто какой-то мультяшный мир там реально девочки модели у тебя как из аниме как раз хотелось у меня ассиро из куклы братс но сейчас на самом деле вот из этого стиля купольного братса я пытаюсь выйти но все-таки он меня сделал то есть у меня многие узнали по вот этому вот стилю давай хочешь расскажу себе как я уже пришла это было пять лет назад я пять лет уже в профессии и в общем получилось так что у меня было вообще три неудачных опыта в бизнесе профессии которые я пыталась создать а на все эти бизнесы мне давали денег я их тратила благополучно и короче не занималась с чем именно пошла отучилась на модель ходила на съемки платила фотографом целого визажиста все тратила портфолио кстати я использовала очень крутой продукт это у меня уже четвертый раз его покупаю очень красивый а он короче очень классно тонизирует еще позже я вот рекомендую вам приобрести особенно если вы по утрам он не можете встать нормально вот если у вас такой эффект эффект что вы постоянно сонная вот он помогает но я чувствую с каким-то мятным он какой-то такой да ментоловый и он короче нато наносит около глаз да и потом открываешь и такой угла я модель потом думаю ладно модель не мою но фотографом я стану точно нормально люди как прошли курсы купили потом фотоаппарат для съемки я как дела купила сначала фотоаппарат потом начало проходить курсы пиво что не моё фотоаппарат слежал за 40 тысяч рублей там я короче третий бизнес был я решила продавать одежду закупилась короче у такой горы и так это гора гриф у меня осталось я потом мне просто пораздавал ты не мелочилась мне сразу с разбегу гора такая она там с алиэкспресс на 40 тысяч мы это сделаем для того чтобы у тебя хорошо прям приклеивалась база тон и так далее все я хорошо захотела быть визажиста как у тебя были какие-то предпосылки сама себя красила у меня была косметика и было немного но просто не нравится делать я говорю мужу все я буду визажистом давай так это твой последний шанс и больше один я больше не больше она как бы это что-то мы копили вместе денег она же просто на жизнь и наше и вот этот общий капитал уходи на меня можно мне пожалуйста я пойду я трачу и ничего обратно не происходит короче опять накопили все последний шанс я уже пошла и даже у меня уже наверно такая ситуация была что я понимала что все типа надо надо что-то делать что точно остаться круче нашими блюж наношу и пористая кожа ну прям эффект фотошопа создает очень крутого да в общем я пошла на обучение сходила на обучение потом новосибирске новосибирске проходила у девочки придирчиво ты или просто вообще знаешь мне кажется я даже не знала на самом деле куда я иду я начала работать дома принимала дома клиентов меня как-то объявления давала где их искать мастер модель знаешь группа да 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 вот это я там укладывала себя и ко мне обращались потом конечно копейки столь ко мне я короче принимала дома потом решила что все теперь я не могу так написать мне клиент приходит у нас однокомнатная квартиру для можно на кухне ночует потому что ну как это он приходится ему траке я заширом и джамус вообще прям идеальный мужчина и получается я говорю слышу игру так не пойдет и клиенты тоже начать домой приходить он принимает а где он принимал а почему-то поехали мы снимать мне офис мы сняли мне не описание местечка в офисе этом проработала месяц но работала я для того чтобы снять белый жест через два месяца сделал студию зажили вы 150 тысяч рублей это были наши последние деньги осталось на 5 тысяч рублей для того чтобы вот прожить на эти тысяч рублей до следующей нашей наше то есть мужа ну наши деньги как мимо блин я вложила деньги я ушла открыла какую-то маленькую студию на дании я проработала два года и вон тут началось то что у меня началось там очень много клиентов как-то их набирала у меня не было инстаграма хотя все уже давно сидели в инстаграме и тут короче я просто сижу понимаю блин нужно много клиентов искать нужно зарабатывать раньше такая функция была на щепиде и сейчас тоже есть но она не так хорошо работает как раньше это вконтакте пояс кто на собирается у визажистов это либо мероприятие какие-то дни рождение свадьба например невесту очень тяжело проследить когда у кого его свадьба то есть это как наверно с организаторами можно сотрудничать а вот день рождения очень легко вконтакте всегда уведомление приходит сегодня дождение у такого-то человека за пять дней до дня рождения например день рождения 25 я 20 числа сажусь пишу 25 день рождения новосибирск от 13 до 18 лет и кто сидит в онлайне поиск мне открывается ручка да открывает 150 человек они все сидят в онлайне сейчас новосибирске из них я могу написать 50 человек потому что ограничение все начинают писать всем заготовочку тебя привет меня зовут настя я визажист у меня 600 рублей стоит макияж в 1200 образ это в начале до после свое портфолио а портфолио уже такое было знаешь гуар на минималках приятное приобрешение да да и говорю такую знаешь затворочку типа но если у вас вообще намечаются какие-то мероприятия классные вы можете обращаться ко мне и тут конечно у меня день рождения скоро и короче каждый раз 50 человек получал мое сообщение на одно числе запись на 25 45 человек написалось то же самое 21 я делаю на 26 на 27 и короче у меня вот так все полтора года было расписан я полтора года вообще работала без выходных а скажи про этом форт он дает блеск да он дает короче просто увлажнение и плюс эффект сияния кожи я тебе взяла светлый то есть он без эффекта тонирования просто такое люденькое сияние от свечи влажно да он очень дорого смотрится когда ты будешь на улицу это вот будет эффект а он не пачкает одежду нет он сухой он немножечко сейчас подпитается блески останутся вот но и он без света это вот один из моих любимых тонов лауре мерсия кто не пробовал тоже очень рекомендую здесь уже остатки роскоши а где-нибудь продается золотом яблоки продается вот я сегодня пойду золотое яблоко и куплю эту роскошь а он идет сил крем 1н1 это клет депо это мой самый любимый тон вот если для себя то его используют стойки не скажу что прям стойки он увлажняющий увлажняющие тона они вообще на самом деле ты не стойкий здесь не простой как больше он короче смоется очень круто на прим дорого ты наносишь бишь IO баушка лест кожей она такая красивая такая дорогая вот это кле-депо вот лауре мерсеи это вот наверное один самый топчиков я их всегда вместе на счету понимать как матовая глян minimize осмотрите видите упаковка упаковка да здесь два варианта либо упаковка матовая а здесь глянцево значит juice матовые и увлажняющие либо крышка матовая крышка то есть тоже смотреть может быть здесь просто обычно глянцевое стекло на матовая крышка и выражен никогда не понимаю вот эти вот названия. Я же английского не знаю, вообще ничего не понимаю. Хоть один человек, кроме меня. Тоже не знаешь? Ну, мне не очень с английскими, я так более-менее понимаю, но если надо что-то сказать, то это будет минута позора. Знаешь, как карандашный убеж? Неа. Не знаешь? Я название не понимала, как он читается, он только вышел, и на слуху он был. И он мне закончился, я свою сотрудницу отправляю и говорю тебе, слушай, купи карандаш Люд Бич. Люд Бич, да? Люд Бич, да, да. Она такая, ага, да, пришла, короче, в магазин. Говорит, девушка, мне нужен Нют Бич, карандашик ваш. Она говорит, у нас такого нету. Она говорит, в смысле у вас нет, девушка, вы не знаете свой ассортимент? Позовите администратора. Вы плохо работаете, короче, зовут администратора, она такая, все там выясняется, что у вас, вы знаете, что вообще никто не знает вашего ассортимента, как у вас работает девочка. Тут ей объясняют, что возможно Нют Бич. Она такая, покажите мне его, показывает, она несет Нют Бич, звонит мне при всех. И говорит, Настя, это карандашечка, Нют Бич. Никогда не говори никакие английские названия. Короче, после этого, но ей было стыдно, конечно, так ее. Это вот ты, твоя помощница Алина? Не-не, это была у меня бывшая девчонка. А, ты ее уволила? Да, она ушла. Я просто услышала по риторике, ну, реально, так, здесь позиция помощницы. А ты такая, порулить. Да-да-да, порулить. Это как раз-таки один из тех моментов, это был мой первый сотрудник в моей студии, с которым мы проработали полтора года. И потом просто, в один прекрасный момент, 10 часов вечера, в субботу, я с друзьями гуляю. Тут мне, ну, конечно, мне звонит и говорит, Настя, а ты где? Что делаешь? Я говорю, ты ешь с друзьями. А ты можешь приехать в студию? Просто приехать, поговорить с тобой хочу. Ну, я, короче, бросаю всех друзей, мы едем в студию поговорить. Спасибо тебе за все, что ты мне дала. Я, короче, все, я ухожу. А что ты понимала, этот человек уходит, вот, а у нее на 3 месяца вперед запись. Я, нет, чтобы тусить, я еду и понимаю, что мне сейчас нужно что-то делать с моими клиентами, которые записи у них. Что ты думаешь? Я давать его писать клиентам, предупреждать. К сожалению, мастер не работает у нас больше. Она говорит, я знаю, меня уже за 3 недели предупредили. Она их переманила или что? Да, то есть она меня предупредила, вот, я ухожу, до свидания. А их, короче, прикинь, за 3 недели, а вы ко мне записаны, типа, я буду принимать по другому адресу. Ну, все из всех клиентов, я всем пишу, и все знают. Да, она когда задана вопрос, типа, о чем он, типа, о чем этот, как же делать с клиентами, она говорит, ну, это мои клиенты. Ты взяла свой процент? А там процент, ну, типа, ну, это не процент, это даже меньше, чем 10 процентов. Ну, я знаю, что это распространенная история, когда растишь человека, в какой-то момент он хочет пойти своей дорогой. Это обычно у мастера основного вызывает прям очень глубокую обиду. Он прям это воспринимает как предательство. Мне кажется, что вообще по-хорошему можно уйти нормально. То есть, знаешь, типа, я, например, сейчас адекватно вообще отношусь, но здесь сейчас уже все, я ушла от этого всего. У меня уже, и это не первым из дочий, то есть это вот так, я взращиваю, грубо говоря, я учу, я даю свои силы, вдохновение, и тут до свидания. Но это нормальная ситуация, когда человек уходит. Это же понятно, потому что не буду стараться с тобой вместе работать. Но это нужно делать нормально, заранее. Они подклеят тебе, у тебя небольшие шелушитки есть, открывай глазки, но тебе местом на нихо. Мист, фиксатор, беру ее так вот на спонжечке немножечко. Раз, 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 и все. Как будто склеивает уже тебе. Мисты фиксатора, вот эти вот все увлажняйки, они прикольно работают с обезвоженной кожей. Тогда шелушитки, увидите. Я, короче, каждый день работала, это было жестко. Ну, типа, вы должны понимать, если вы зарабатывает на первом этапе, нужно работать. Типа, там просто так сидеть, ничего не делать, конечно, ничего не будет. У меня была большая цель, это быть квартир. Сколько у тебя тогда 1200 образ стоил? Нет, слушай, я уже переехала, у меня уже стоило точно где-то в районе 2500. Потом я уже там проработала, и у меня очень быстро цена росла. То есть я же очень много... Расскажи, какие ступени были. Сначала начинала 400 рублей вообще. Самый макияж 400 рублей плюс бровки в подарок. А бровки в подарок, потому что я не любила красить брови именно вот фломастерами, вот этими маркерами всякими, да, там, тенями. То есть я любила ухоженные брови. И когда есть лишние волосики, они меня раздражали. Я предлагала клиентам, давайте брови в подарок. Я им сначала делала оформление, а потом уже окрашена. Потом 1200, потом 2500, потом 5000 рублей. А потом я уже перестала работу с клиентами, ушла на обучение. Так, если тебе знаешь какой консилер? Ботиночки 01 и 175. Продаются на Балберисе. Знаешь, что прикольное, что у них очень крутой пигмент, но они очень тоненькие. То есть это не такие, они как бы плотно перекрывают, но не видно, что это плотно текстуры. Я тебе могу, знаешь, рассказать? У меня есть один, один странный день из моей жизни. Это один из тех последних дней, когда я работала с клиентами. Баскнует наверх. Первая девушка опаздывает ко мне на макияж на 30 минут. Заходит просто, кидает сумку на мой рабочий стол. С таким, знаешь, комментарием. Она, по-моему, я работала раньше, короче, на левом берегу. Ну, это, короче, далеко от центра. И она приходит такая, говорит, я заколебалась находить вас здесь, искать. Она вот так бросает и такая, и садится. Я смотрю сумку на моем рабочем месте, девушка села, такая, что-то, знаешь, возмущена на меня. Мне стало как-то, знаешь, некомфортно, что я здесь работаю. И я с улыбкой, вообще, вот просто с улыбкой говорю, типа, вы в первый раз в Новосибирске? И она такая смотрит на меня взерошенно и говорит, я здесь живу. Вообще-то у меня здесь свой коттедж. И вообще, я здесь, я родилась. И такая, началась на меня орать. И я такая, стою, она берет ту сумку и говорит, вообще, идите бы нам. И уходит. А у меня были клиенты в студии. Просто, знаешь, все такие смотрят на это. Она закрывает дверью, хлопает, уходит, типа. Сажусь на диванчик, начинаю ей писать. Типа, я возвращаюсь предоплату ей пыталась уже. Ну, она же мне предоплату носила. И она, короче, через три минуты заходит обратно. Анастасия? Извините, пожалуйста, меня. У меня сегодня очень тяжелый день. Примите меня, пожалуйста. Я, ну, не, я, типа, я нормально, адекватно всегда воспринимаю. Я говорю, да, конечно, я, типа, ничего страшного, она говорит, вот, там, мне накричали на парковке. Я говорю, ничего страшного, было успокоительное. В чаечек мы с ней поселились, делали макияж, что хорошо. Про майкап лак. Ну, это первый оттеночек. Классный скульптор, ты пробовала его? Нет. Мой первый выезд. У меня макияж стоил 1200, а это образ был полностью 1200. Ну, ты представляешь, это 1200, да, но кондингент разный бывает, приходит. Сходит ко мне за 1200 девушка. Я приезжаю к ней, открывают мне дети и её. Три, там, пять лет, и такие голые, без трусов, вообще полностью голые. Я смотрю на это, типа, а где мама? Мама выходит с ребёнка, в этот момент ребёнок ещё меньше, грудной, с грудью, и она кормит его. В коридоре, короче, просто вот такая вот большая гора обуви, вот просто так навалена. Я смотрю на эту гору и вижу, просто какая-то, знаешь, ну, дети голые здесь, грязь везде. Кошмар. Я захожу, я говорю, где будем краситься? Она говорит, маленький, короче, а стульчик такая, говорит, вот здесь мы будем с вами, типа, краситься. Маленький стульчик, да. Тут начали мои дети, ну, не мои, слава богу, её дети, ходить по моей косметике, ходить по моим ногам. Вот так вот к мамочке подходить, смотреть. Мама в этот момент захотела опять грудью накормить. То есть я её крашу, она вытащила, начала кормить, я вот так на коленках стою, это просто, не знаю, это какой-то жесть. Долбится кто-то в дверь. Она говорит, опять стал кашем, шёл денег просить. Дай 300 рублей, дай 300 рублей. А у меня у меня всего 1200. И она отвечает, у меня последние 1200. Я понимаю, это мои деньги. Я запишу мужу, говорю, слушай, срочно приезжай, и ты меня заберёшь отсюда, я боюсь тебя. Короче, я её крашу, у неё кожа в самом ужасном цене, который вообще можно представить. Такой кожи никогда я не видела, она не проблемная, но кожа, знаешь, как асфальт. Вот такая вот жёсткая. На неё наносишь тон, и он не впитывает, на неё крем наносишь, он сверху остаётся. Ну, то есть что, куча детей, ими занимаются, вообще занимаются на себя, и на себя, и она друг за другом поражает. Я по-моему не сказала, что у меня третий рот друг за другом. Я поняла, что из-за этого кожа, наверное, очень плохо. Я ей делаю макияж, я же с ним так сверху стою, на неё смотрю. У неё очень грязная голова, но вот как будто, знаешь, её не мыли, наверное, недели-две. И я понимаю, что я ей не буду делать прическу, а она ещё этого не знает. Я её всё время крашу, думаю, как мне ей сказать? Я говорю, Катерина, к сожалению, я, наверное, не смогу вам прическу сделать, у вас сейчас голова не свежая. Она говорит, в смысле не свежая, я сегодня утром её помыла. Я говорю, ну, она не свежая. И тут, короче, она просто, вот как ты, знаешь, сейчас на меня смотришь? Она так на меня смотрит и не улыбает. Смотри на неё, она смотрит на меня, и я просто, знаешь, типа, я не знаю, чем мне делать. И она такая просто встаёт, с ребёнком, ну, подходит к зеркалу и смотрит в зеркало. И всё, и молчит. Я просто такая собираю свой чемодан, и я понимаю, что, блин, муж быстрее поднимать, я не знаю, что всё будет делать. Ну, почему муж поднимается? Я помню, что мы что-то тысячу рублей с ним взяли, типа, что главная задача не давать, и всё, и учат туда быстрее. Поэтому это был трэш для меня выезды, вообще, я их не понимаю, когда люди говорят, я на выездах работаю, мне нравится. Вот, видимо, мне просто не повезло. А ты выделяешь вот здесь вот, расскажи, почему. Подбородок вот так, чтобы он острый был. Да, я выделяю тебе острый подбородочек, мы сейчас, когда волосы закончим, потом с тобой пересянем, я как раз посмотрю. Я люблю, короче, острый вот так всего. Прям вот так, чтобы у тебя здесь такая узенькая часть оставалась, светленькая. В этой истории мне, честно говоря, детей очень жалко. Ну, маму тоже неприятно, да? Жалко, у неё, видимо, ещё какое-то расстройство, возможно, может, там, про депрессию и так далее. Она, по-моему, одна ещё, если я не ошибаюсь, ну, типа, ну, да, что, возможно, это что-то не так. Пошмар. А каким-нибудь были жадины? Естественно, наверное, у всех визажистов есть такое, когда кто-то поднимает на прайс определённую стоимость, ну, типа, начинается такое, а у меня, типа, просто мероприятие, не свадьба. Ты приходишь и понимаешь, что она на свадьбу собирается. А у тебя свадебная дороже стоила? Раньше стоила дороже, да. Вообще, на самом деле, много из-за чего дороже. Многие просто не могут объяснить, почему, ну, да? Да, многие не могут. Мне никто ещё не объяснил, расскажи. А кто-то пытался объяснить? Да, я спрашиваю часто, потому что бывает разная стоимость вечернего и свадебного, при том, что, по сути, это одно и то же. Свадебный очень тяжёлый макияж. Например, вы можете прийти на дневной макияж, собраться. Вам сделают дневной макияж. Это тот макияж, который смотрится красиво при дневном освещении. Очень многие совершают такую мини-ошебочку, когда приходят утром собираться на вечерний макияж. Что они делают? Они выходят утром и видят себя просто как будто с маской. И они говорят, это вот этот том, мне нанесли вечерний макияж. А он выглядит грубо, потому что дневной свет, он не для этого образа создан. Вечерний наоборот. Тебе сделали, ты заходишь в помещение, ты его хорошо видишь. Скульптурирование, яркие глаза, да? То есть он при таком освещении красиво смотрится при вечернем. А свадебный макияж, он начинается утром, заканчивается ночью. То есть, когда вообще идеальный свадебный стилист, визажист, он должен красить при разных освещениях. Дневное покрасил, да? Посмотрел, как это смотрится при вечернем. Попотографировал, посмотрел, как смотрится на фото, потому что это фотосессия, это гости и так далее. Вот. То есть здесь такой нюанс, что это не только какой-то один вид макияжа, это все вместе. Фотосессия, дневной и вечерний. Тяжело это сделать. Ну-ка, начнем с того, что еще, конечно, всякие выезды. Это же тоже ненормированный рабочий день, когда ты встаешь на утром, собрать всю косметику. То есть я когда поработала неделю с невестами, у меня начались проблемы со здоровьем. У меня был жесткий недосып, я вообще не могла ничего сделать. Мне кажется, что когда мы работаем, мы должны это включать, стоимость. Наш вот такой вот психологический момент, что нам тяжело это сделать. Выезд, конечно же, сборы чемоданов, разборы чемоданов занимают большое количество времени. Иногда час. За час кто-то может принять у него клиента еще. Вот такие вот маленькие нюансы, их на самом деле много. То есть кто-то приходит, патчи берет с собой, кто-то там уход дополнительный, дополнительные услуги какую-то оказывают. Я вообще на выезды ездила со своим чемодан косметики. Стилист чемодан у меня был в плоях. Плюс еще стул мы с тобой брали, барный, потому что мало у кого он был. И у кого-то вообще не было возможности, знаешь, типа подняться на лифте. У кого-то нужно пешочком было это сделать. Только когда клиент начинает, а можно я сам себе глазки накрашу, а вы мне только тоны несете. Либо наоборот, да, тоны. Бывает только. У меня было такое на начальном этапе. А, Надюш, сколько у вас на макияже? Две тысячи. А на косметике вы работаете? Я говорю, на люксе, на профкосметике, на масс-маркете. Можем ли мне макияж на масс-маркете? Дима, что они думают, что это как-то дешевле, да. Я никогда не записывала. То есть для меня, когда только начинают торговаться, все, типа диалог закрывается. А починя как у тебя, по два человека или прям группы набираешь? Ну, по два человека. Ну, я вижу, что в основном в Новосибирске, когда беру, ну, помню. Сколько стоит? Десят тысяч. Это сколько по длительности? Три дня. Три дня, пятьдесят тысяч целый день. Вот один показ, отработка, восемь часов не поднимает. А то, что здесь мастер-классы, это большие группы собирают? Десять человек у меня будет. Это на Москве кто-то, да, сейчас. Кручу пудру от Шик. Это моя любимая. Вот этот очень крутой продукт, прям из Хеф. Потому что, если ты не умеешь тушевать, если у тебя нет времени на сборы, вот он сам тушует, сам наносит. Все делает самостоятельно. То есть, наверное, один из моих таких любимых продуктов, именно скульптурирующей пудры. Легкий. Особенно, когда учишься, только начинаешь. Вот немножко. Вот Гуччи, у тебя Гуччи был? И спроволок, может, открасил тебя. Вот Гуччи, это, конечно, трешачок. Кто не умеет тушевать, в руках Гуччи это полные пятна. А, я бы у тебя делала сегодня свой фирменный макияж. Макияж с помощью ресниц. Ресницы стрелка. Розовенькие. Эрмес, да, правильно называется? Армес. Армес. Ну, Армес-то все, наверное, да? Не тот, который с глиттером. Нет. А вот уже с собой не брала. На кровь глазки теперь румяшки еще на глазки нанесу. Я люблю соединять все на лице. Как гармонично. Да, гармонично, когда они везде. Это тональный крем. Он супер такой сияющий. Мне даже кажется, что это не просто тон, он просто как сияющая такая основа. Линцу я бы не рекомендовала наносить, потому что, ну, прям как блинчик будете. А вот на тело прикольно использовать. Как хайлайтер. Ну, да, как хайлайтер можно с тоном размешивать и тонировать. Я масло заранее же нанесла, чтобы я легко распределялась все. Потому что, если просто вот таким хайлайтером, он будет такой непластичный. Эдуард, ты хочешь какие-нибудь истории интересные? Слава, это что? Про чё? Про джинсы. Фудра фотошоп. Вот такая девчоночка, это наша коллега. У неё в группе 200 подписчиков было, когда я заказываю продукты. 200 подписчиков, не тысяч, а просто. Вот она выпускает продукты, вообще офигительные по качеству. Здесь у нас получается типа пудра с эффектом фотошопа. Так, я начала говорить про чё? Спойной. А, про джинсы и селфи. Чё так помнишь? Всё, даже я не помню. Нифига тебе память. Слушать, правда, меня. Не просто с ней прикидывается. Да, не прикидывается проверка такая. Появляются фанаты. Это очень странно проявлялось. Первое сообщение, которое у меня было от фаната, это типа Анастасия, здравствуйте, вы продаёте джинсы? Здравствуйте, нет. Нет, мне не поняли. Мне нужны любые ваши джинсы. Просто именно, чтобы они были ношены. Это была девушка. Они должны быть ношены ваши. Я его, мне вообще охренела просто. Пишут мне девушки. Здравствуйте, вы будете на работе сегодня? Я приготовила вам подарок уже никак не могу занести. Всё время пытаюсь и не могу. Я говорю, ну-ка, вам подарок какой-то приготовили. Ну, давайте, приходите. Короче, она такая, всё, она приходит, приносит мне подарок. Реальный подарок. Ну, пакетик такой, берёт, короче, подарочек, открывает коробку, а там же салфетка. Салфетка. Интересно. А она такая, Анастасия, а у меня клиенты там ещё сидят. И она при всех такая, Анастасия, сейчас я вам всё покажу. Дайте мне свою грязную кисточку. Даю ей грязную кисточку. Она говорит, начинает об этом мой подарок. Короче, чистит, а эта кисточка салфетка. И говорит, смотрите, какой эффект. Она очистилась просто от воды и от салфетки. Я такая, я стою, и мне нужно идти, по идее, бежать. Я думаю, она у меня вручится и уйдёт. Я стою, я не понимаю, что происходит. Вот она начинает, сейчас я вам покажу ещё, что это моя салфетка делать. Подходит к моему зеркалу рабочую, начинает на него, короче, что-то брызгать, потом вытирать это с зеркала мне. Смотрите, какой эффект. Смотрите, как всё чистенько, всё ничего не нужно делать. Блин, это с сетевой маркетинг. Да, да, так это называют. Ты помнишь, что это называется? Какая-то салфетка. Амбэй, что-то такое вот. Представь, какой прикольный пиар она придумала. И она такая мне в конце, Анастасия, если вам понравится, я буду очень безумно рада, если вы меня отметите. И вот моя группа, вот вы можете заказать у меня ещё что-то. И, короче, я такая, ну вот, мой подарочек. И вот эту грязненькую на тебя ставила? Ну, конечно, она же всё сделала, красоту мне такую сделана. Очень крутая пудра. Вот знаете, ребят, вот просто от души вам. Вот это не пиар, мне рекламу никто не платит, но это очень круто. И тебе тоже советую. А что она делает? Она фотошопит, убирает полностью весь жирный блеск и фотошопит кожу. Ну, у нас ощущение, как будто я, короче, всё убрала. А мне кажется, потом на камере ты увидишь, когда ты прям, знаешь, до блюрина резко станешь. Продукт, о котором я работаю уже 4 года. Вот у меня только для бровей вот это средство. У тебя к каждому продукту какая-то легенда прилагается. Обязательно я круто расскажу. Это 4 года. Это, да, это, знаешь, продукт почему. Короче, мне его купила девчонка, подарила, такая вот на свой карандаш. Я накрасила, а он ни хрена не красит кожу, понимаешь? Я такая думаю, в чём прикол? Карандаш, который не красит кожу. А мы все привыкли к автоматическим карандашам, которые, типа, лейпили, да, вот эти вот, арт-визаж всякие, которые вен-сабо, которые прокрашивают кожу. И от меня карандаш пролежал полгода. Ну, не именно этот. Пролежал полгода. У меня закончили все карандаши, кроме него. У меня пришла женщина. У женщины были вообще не густые брови. Я думала, блин, а у меня нет вообще, кроме вот этого карандаша, тёмно-русового цвета. Я давай ей красить, и тут я вижу такую картину, что просто я не понимаю, что происходит, но у неё появляются волосы. И она такая говорит, что вы мне сделали за бровями? И я говорю, я не знаю, накрасила. И просто она уходит, и я просто такая думаю, так, что-то не то с этим... То есть он кожу не красит, только волосики? Он красит элементарно. Вот, например, видите, прозрачные волосики? А, он накрашивает волоски. Короче, да, он вот так вот проходитесь, потом немножечко его стираете, а он на волосиках остаётся. И, короче, здесь весь самый прикол, ты волоском оформляешь брови? Нет. Самое важное, чтобы хотя бы пушок был около бровей, тогда вот эффект будет. Если кто-то волоском, кто вообще может не покупать, эффект не увидите. Вот, и я в твоих, короче, с тех пор работаю. Вообще, вот сколько мастер-классов я не вела, сколько бы... Всегда один тот же продукт. Как он называется? Манлипро, оттеночек Марта. Нужно прям научиться им работать, потому что, когда вот первый раз ты берёшь этот карандаш и пытаешься что-то подракрасить, ты понимаешь, что кожа не красится, начинаешь давить, и там уже другой эффект получается. То есть нельзя давить. То есть вы должны вот прям чуть-чуть, чуть-чуть по поверхности работать. Я же с антидепрессантом сижу. Зачем? А ты не бьёшь? Нет, такого ничего. Ну вот полтора года проработала. У меня даже завязала или не восстанавливается? Я ещё не сбрасывала, не сходила даже с них, и пока значит, не хочется вообще. У меня, короче, начались такие дикие проблемы со здоровьем. Вообще жесть. У меня начались головокружения. Не такие головокружения, типа там немножко закружилась голова, да, а у меня, представляете, два года после того, как я проработала полтора года. У меня началось с утра до ночи, не переставая кружиться голова. А ботокс-то не делала? Я знаю, может, на ботокс-то нет. Ну, только губок делала, и всё, больше ничего. А что такое было? Ну, да, вот у Егора, он рассказывал, что ты себе там хотела какую-то мушку расслабить, сделал, и у него началась аллергия, и тоже, ну, всё круглосуточно. Начала кружиться голова, так как будто он пьяный. Вот, у меня такая же была ситуация. Я не могла равновесие держать. И, кстати, я ходила к разным врачам вообще, всё, что можно, мне только что не делали. Капельницу он делает. Капельницу, это вообще фигня. У меня всё прошло. Я два года ходила по врачам, я за год 300 тысяч давала, потому что я не понимала, что не так. Было всё хорошо по анализам. И там, короче, я была у одного парня, я не помню, кто он, но вот то, что ты мне сказал, он говорит, вы ничего себе не кололи, не качали, я говорю, губы. Он берёт иголку, и какая-то там такая техника, что якобы он мне рассказывал, что одному парню качали, делали токировку, и куда-то, в общем, воткнули иголочку, и там у него после этого начала болеть нога, и не переставала, и вообще ничего не могли понять. И он искал эту иголку, эту точку, потому что ищет точку, потом проверяет мышцы. Какой-нибудь остеопат, мануал. Нет, это ещё как-то по-другому называется. Это просто, знаешь, что очень странно, когда иголку так везде болят, он так понемножку, и потом ноги проверяют, потом ходят ноги, мышцы смотрят, и он там прям реально показывает, знаешь, типа, например, мышцу говорит, сделай на меня, нога не шевелится, он говорит, мышцы не работают, иголка так сделает, сделай на меня, мышцы работают, я говорю, как так. Он говорит, есть такие точки. Не нашёл? Он не нашёл, типа он сказал, у меня прокололи 10 сеансов я проходила к нему. Два года я ходила, мучилась, я уже над что-то подумала, что у меня что-то там в голове. Я полтора года проработала, заработала часть на квартиру, я купила квартиру в рассрочку, и мне дали рассрочку на год, и за год я должна заработать была больше. Ну, что-то в районе 2,5 миллиона я отдала, а за год мне нужно было на что-то в районе 3 миллиона проработать. Когда у меня начали головокружения, я стала вообще не способна что-то делать. Я красила клиента вот так, стояла вот так вот, проводила обучение так вот, и мне нужно было работать, потому что у меня была рассрочка. Я вот эти два года, я мучилась, плакала, я за два года ни разу не гуляла, потому что я не могла просто, это вообще-то пипец было, насколько я помню, это у меня, слава богу боже, может что-то прошло. А как прошло, рассказываешь? Антидепрессанты. Ты пошла к психотерапевтам? Я ходила туда в разные психотерапевты, на начале разные таблетки, какие-то антидепрессанты мне плохо потом стало, я думала, что я не буду, я от них все время отказывалась, но в конце концов я попала к женщине, и это вот Ксения Ли, вдруг у тебя будут спрашивать? Да, фамилия ее Ли, зовут Ксения. Она просто, я с ней поговорила, она говорит, тебе ничего не поможет, у тебя, типа, это уже внутреннее, короче, она мне выписывает секрет, да, я говорю, я не могу их пить, мне плохо, она говорит, ну, давай вот эти попробуем, я, короче, их начинаю пить, и у меня через неделю все проходит, это было мое самое счастливое время, просто я уже плакала, потому что жизнь такой буду, и после этого я стала как раз-таки больше, знаешь, типа, работать на себя, что мне начали узнавать люди, потому что до этого года я ничего не работала, с клиентами работала, так стояла, какое там творчество, какое там развитие, ну, типа, когда ты все плохо чувствуешь. После этого я, короче, клиент перестала красить и ушла в творчество, потому что мне нужно было наработать свой стиль. Я отписалась от всех визажистов, у меня было ноль подписчиков, только мои, короче, мои девчонки, с кем я работаю. Я перестала смотреть работы других визажистов, чтобы развиваться, потому что, когда тебе нет, когда ты не можешь подсматривать, тебе легче понять, что ты хочешь. Когда ты, например, смотришь, думаешь, о, какая красивая работа, я хочу повторить, ты начинаешь все время повторять, стиля своего нету, поэтому я всегда женщинкам говорю, просто закройте свой интернет, закройте все, что есть. Представьте, что вот интернета нет, подсказок нету, берите модель и делайте, как вы чувствуете, и вот много раз так делаете, 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 и у вас какой-то будет свой стиль, свои чувства. Вы не будете повторять, вы будете свое создавать. То есть это не просто, типа, когда повторяешь работы от Яны Панфиловской сейчас все, да, я тоже самое делаю, я через это тоже проходила, поэтому я знаю, как это все работает. Потом ты просто не можешь, ты думаешь, что ты делаешь одно и то же, что ты уже, там уже все это придумано. И у тебя появился свой стиль, вот этот кукольный. Да, ну типа, как другие, знаешь, я его не видела, его любили люди. Они вот у вас, типа, значит, знаешь, у вас все модели на одно лицо. Типа, вы рисуете на всех одинаковые лица. Я очень сильно расстраивалась, типа, я вижу, что у меня девчонки, они друг к другу похожи, а но они разные все. Потом уже начала понимать, блин, там у всех такое, у кого, это пудра для глаз Лаура Мерсия. Я так под глазки нанесу, потому что если вдруг что-то будет сыпаться, там, да, чтобы это легко было встряхнуть. Илья, я забыла, что ты говорила про то, что одно-одно лицо все модели. Лицо вообще не могу. Потом я поняла, у меня все на одном, потому что это одна техника. Я просто рисую, да, я рисую, у меня есть идеал, и я рисую как-то вот по свой идеалу. Получается, что ты бы так продолжала фигачить просто клиентов на потоке, да, за небольшие деньги, но благодаря тому, что у тебя организм взбунтовался, да, загружилась гладь, ты начала искать причину и сделала акцент уже на качество развития в глубину. Я, понимаешь, твагу, я же искала, и я не развивалась. И я, типа, вон как на одном месте топталась. И когда резко мне стало лучше, тут я поняла, что мне нужно догонять. Ну, прикольно, что у тебя, получается, через конкретную проблему ты получила точку роста, да? У меня так всю жизнь, представь, это не первая проблема вообще, знаешь, типа, и раньше у меня была стыдия, мне не то, что даже стыдно за нее. Это этап, который я прошла, и мне кажется, его все проходят, этот этап, когда... Который на левом берегу? Да, когда не очень все хорошо устроено. И у меня была ученица. Я никому не рассказала эту историю, тебе расскажу. И все, по секрету, все. Сходила ко мне на обучение визажиста 0, у меня группа была из 4-х человек, и девочка просто меня не взлюбила с первого раза. Я не знаю, зачем идти к человеку, к мастеру, который тебе не нравится. И она, короче, просто неадекватно воспринимала любую мою критику. Допустим, она что-то делает, я к ней подхожу, чтобы спать, и говорю ей, а давай про это по-другому сделаем. Она говорит, мне так нравится. Я, ну что я могу сказать, ну типа, ну ладно, хорошо, подхожу еще раз к ней, а она, знаешь, я прям чувствую вот эту энергию агрессии, типа, уйди от нее. И мне потом девчонки еще задним членом рассказывают, что мне это не показалось, потому что я говорю мужу, говорю, слушай, у меня девочка меня не любит, я не знаю, что делать. Он говорит, типа, ты там, ну давай поговори с ней, может быть, с ней попрощаться надо, вдруг ты ей не нравишься. Я прихожу на второй день, она хорошо с вами общается, и на том. Потом опять, короче, плохо. Оказывается, она моего ассистента любила. Ну типа, ей нравилась моя ассистентка, и когда у меня ассистент был один человек, она хорошо себя вела. Когда другой человек, ассистент, либо я без ассистента, она с ней вообще не понимала. Прошло ровно две недели. Время для начистос ночи. Я сижу, мне упоминания приходят в ленте. Пост называется «Мои проебы 35 тысяч». И девочка вот на такую страницу расписала все недочёты, которые она увидела. И знаешь, это ещё настолько всё мелко было. То есть она некоторые недочёты прям ещё увеличила, что это типа, ну это правда, был такой косяк, да, но не настолько сильный, вот так можно было сказать. И я просто сижу и читаю этот пост. И там каждый, знаешь, пункт, ну допустим, просто некрасивый сертификат, фотографий сертификат. Да, было. Это всё, всё это было, потому что когда ты работаешь на потоке, когда ты работаешь столько много, ты забываешь о каких-то, знаешь, вещах, типа, ну что ты забываешь, ты уже не обращаешь на их внимание. В работе типа весь. И да, это, конечно, косяк был. Смотри, так, вниз. Там типа мусорки, допустим, неубранные, знаешь, такие косяки. Когда, знаешь, говно на тебя вылилось, и я понимаю, что надо исправлять, всё, я вижу свою ошибку. Реально так. Я пришёл, ты читаю, и говорю, почему так, почему это, почему так. Например, методичка она была, я её написала от руки, она у меня была на альбоме А4, просто альбом на листы. Она это фотографирует, типа, смотрите, на методичке, ну типа, это говно, а не методичка. В таком плане, типа, что нету некрасивых картинок, нету листочек и так далее. Всё пришло сперево. То есть я после этого открыла свою студию сейчас, в которой я работаю, работая в очень красивом месте уже. Этот шаг, это вот ради, вот благодаря неё, когда меня тыкнули в мои недочёты, и я их увидела, и благодаря неё я пошла, и не стыдно. Воскридётся на сладульку. Да, твоя грустная история. Да, твоя грустная. Ну всё, я, короче, всё изменила. У меня после этого ко мне не придраться. У меня идеальные методички, у меня офигенная студия, у меня до сих пор каждый день уборка, пыль. Каждый день после всех клиентов мы вытираем пыль, мы моем полы, мы моем всё. То есть это уже всё, это прям прикольно. И знаешь, самое смешное, она на этот пост сделала таргет. Рекламирует. Она заплатила деньги, поставила таргет, и у меня, короче, клиентка была, она приходит, говорит, как я это узнала, она говорит, слушайте, вот я увидела про вас, конечно, негативный такой отзыв один, и слава богу, типа я пришла, не поверила ему. Какой отзыв? Она говорит, ну как-то пост назывался, что-то про 35 тысяч рублей, и я просто понимаю, что играла, где вы увидите? Она говорит, в рекламе. Типа насколько человек меня ненавидел, что он решил ещё всем об этом рассказать. Ну да, это просто, видишь, от тебя зависит то, что ты умеешь, получается, из негативной ситуации вынести плюс для себя, это очень крутое качество. А было такое, что в тебя там кто-то не верил, критиковали? Да что с того, что никто не был вообще за то, что я пошла на эту профессию? Мне кажется, знаешь, раньше для родителей, вот это всё, визажист, это как, знаешь, парикмахер, который работает за морожен. Когда ты говоришь, мама, я проучилась 5 лет, отдала 400 тысяч в универ, но я пойду на визажиста, типа это воспринимается, типа, что ты что, с ума сошла что ли? А работу, когда ты нынешь? А когда ты нормальную работу не... И, конечно, никто не поддерживал. Когда я закончила обучение, я стала искать работу себе. Я пошла в чёртком, типа, в салоны, красивые, хорошие, то есть я не хотела бы просто в салоне, в комнате, а в хорошем салоне. Меня никто не брал на работу к себе. Они говорят, это некрасивое портфолио, либо они достаточно хорошие, мало работаете и так далее. И мне пришлось самой развиваться. Людям, которым я ходила и хотела, чтобы у них работать даже и не на процентах, а просто в аренду. Я говорю, можно я у вас в аренду? Они мне говорили, мы просто не берём. Нам нужно очень хорошее портфолио, и как бы, ну, человеки снимают, это всё равно, типа, моя студия. Меня не взяли. Нам балдесят. И прошло полгода, этот человек пришёл ко мне на повышение. Представляете, для меня это был такой момент, когда человек, которым я хотела работать, он меня не взял, он ко мне приходит учиться. Блогерством, да, то есть когда я хотела сотрудничать с брендами, я, типа, знаешь, жалко, что вот если ты маленький, маленький, талантливый человек, но у тебя такой вот мало подписчиков, и тебя бренды, ну, не все воспринимают, то есть ты пишешь, здравствуйте, я хочу работать с вами, ну, типа, там, мало кто вообще тебе даже ответит. И это очень грустно, потому что хочется... У тебя был такой опыт? У меня был вообще, и я же один раз, короче, мы сидим с мужем, я говорю, слушай, надо сделать конкурс. Я сейчас тебе расскажу про конкурсы, еще очень офигеть такая история, когда я взлетела, когда бы мне узнала почти весь город. Вот сразу скажу, что вообще не было конкурсов нигде. То есть, знаешь, такие конкурсы были, типа, отметь подружку в комментариях. Я сделала такой пост, да, отметь свою подружку, классик наверх, и получается, человек, когда отмечает, видит этот пост только твои подписчики, и видит пост, который еще девочку отметит в комментариях. Это очень маленький процент того, что у вас увидят другие люди. Я начала сидеть, думать, что мне это не нравится, что-то как-то, не знаете, неэффективно. Сделал конкурс, пришло 30 человек, разыграл услуг, которые стоят, ну, дорого, типа того. Потому что что-то этого того не стоило, а потом еще не отписались, например. Тут я начала, короче, думать про историю. Вот сейчас это как раз-таки для всех уже считается нормально, но в тот раз его еще не было. Это когда отметку в историях делают. Я сидела и думала так, ну, люди же, когда выкладывают историю, аудитория-то видит больше. Я сделала, короче, для самых ленивых, а точнее для всех людей, потому что мы все такие. Сделала сразу шаблончик, фотография до и после модели. Дальше. Мне нужны были клиенты, мне не нужны были просто люди, которые на меня подписывают. Мне вообще подписчики не нужны были. Я сделала до-после девушку макияж, написано было большими буквами волшебный макияж для того, чтобы это зацепило как-то. И город Новосибирск, потому что мне нужны были именно новосибирские клиенты. Это жизнь в Новосибирск, волшебный макияж. И все должны были выкладывать этот пост себе, ну, в историю. И отмечать меня. И результаты через сутки, ну, пока что история есть. Для... сейчас это кажется всем, да, я все так делаю. Раньше такого не было. И я когда сделала, короче, эту историю, я сидела и работала. И у меня, короче, тринц, 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 просто телефон свинит. Я, короче, его выключаю, прихожу домой, Эдик встречает и говорит, ты что сделала? Ты видела, что у тебя в Инстаграме вообще? Я открываю Инстаграм, это просто для меня был треш. У меня было до этого, знаешь, 250 подписчиков. Я открываю, у меня три двести пятьдесят, три тысячи. Три тысячи человек добавилось ко мне за пять часов моего этого розыгрыша. У меня весь директ заполнен, там просто мы разбирали его несколько дней. Я разыгрывала только макияж. Представляете? Смотри, какая прикольная реклама. То есть участвовали в конкурсе все те, кто жил в Новосибирске и кто хочет макияж. То есть это все потенциальные клиенты. Они все репостили эту фотографию. Клиенты, другие люди видели. И, короче, этот просто пост разлетелся во всем пабликам. В этот момент я очень напугалась. Знаешь почему? Потому что я взяла девочку на то и после. Я ее не спрашивала, можно я буду в целях рекламы, да? Я просто там девочке была 15 лет, я ее накрасила до и после. Представьте, эту девочку на до увидели просто, мне кажется, больше миллионов человек. И эта девочка мне пишет комментарий в прямом эфире. Что за фигня? А она плохо выглядела? А если ты плохо, покажу тебе. Давай. Сейчас еще прибавим несколько сотен тысяч к ее узнаваемости. Но по идее, ты же ее фоткала, ты можешь этим распоряжаться. Ну да, типа я как будто автор, да, считаю? Ты фото до просто изуродовала. Я не такая в жизни никогда ничего не делала с фото до. Я делала, но я улучшала. Типа мне не хотелось показать человека в ужасном виде. Мне хотелось немножко лучше, чтобы это было адекватно смотрелось. Ну дальше я решила, надо, короче, сотрудничать с магазинами. Я захотела с Маком. Мак мне не отвечает. Думаю, ну ладно. Да, я хорошая девчонка, она молодая еще. Вот. Может просто ей показать, что какие-то синяки. Да, синяки. А ты ей не делаешь? Нет, я их не уменьшала, ничего и не уделала, конечно же. Мак мне не отвечает. Я думаю, ладно, я сделаю конкурс. Где, в котором нужно отметить меня и Мак, разыграла косметику от Мак. Ну что ты понимаешь, у меня же в конкурсе раньше много человек участвовало. У меня стабильно всегда 3-4 тысячи человек участвовало в конкурсе на один день. Мак сидит, представь, да? Только он сидит, работает. И у него просто вот это все. Какие-то фотографии одни и те же. Он мне пишет лично. Кто это одобрял? Да, согласовывала это. Я, никто. А я на свои деньги купила косметику Мак. Хотела разыграть макияж и косметику. И привлечь их внимание. Да, да. Типа, чтобы они хотя бы посмотрели на мои работы. Я им писала до этого. Я визажист молодой. Вот мои работы. Я обожаю. А я только на Мак, прикиньте, раньше работала. Я настолько любила Мак. У меня вся косметика была в Мак. Я говорю, я обожаю вашу косметику. Я бы хотела с вами сотрудничать. Поясните, пожалуйста, что за конкурс и кто с нашей стороны его подтверждал. Это конкурс моей стороны. Главный пресс будет разыграть завтра. Я буду удалить вашу продукцию, купленную за свои деньги. Отметила вас, потому что макияж был сделан 90% на вашей косметике. Если вы не против, я могу убрать ссылку на вас в условиях конкурса. Любые активности, которые проходят с упоминанием бренда, должны быть согласованы с брендом. Пожалуйста, удалите этот конкурс. Спасибо. Я удалила им больше. И больше у нас с ним не было. Я их там еще пару раз отмечала на фотографиях. Вот эти фотографии. Ну, хотя это очень странно, любая активность. От них никаких затрат. Я думала, что это будет прикольно. Типа будет, это их реклама. Типа я пиарю, рассказываю. Да, ты типа идешь на встречу. Ну, короче, они не оценили это вообще. Не классно. Ну, это, возможно, еще от пиарщика зависит. Кто там сидел и придал. Да, просто личные предпочтения какие-нибудь. Потом, конечно, наш осорвался подписчиков. Ну, и как всегда, началось предложение. На предложение по рекламе сейчас тоже все хорошо идет. Но уже, знаешь, самое интересное, что те бренды, которым ты раньше писал и хотел сотрудничать, ну, типа они не отвечали. Я смотрю, переписка у нас с ним была. Мое последнее сообщение. Типа я хочу с вами сотрудничать, мне даже никто не ответил. И спустя, знаешь, типа там два года они пишут. Анастасия, здравствуйте. Ой, ваше сообщение потерялось. Я еще позже. А я думала, да, два года. Это будет такой суперсияющий миш. Вау, нифигашечки. Блин, мне так захотелось туда залезть. Залезь пальцем. Аккуратненько. Ой, я такой так люблю. Он как будто прям стеклянный. Да, еще немножко колючий. Какой он. Как микроблестки для ногтей. У него такой эффект. Блин, видите? Ой, я такое обожаю. У меня от Inglot похожие есть. Вот, чтобы ты понимала, почему, как я вообще нашла ее, Церновская бьюти, у тебя Inglot-овский хайлайтер ее? Да, хайлайтер. Дженнифер Лопес? Да, Дженнифер Лопес у меня есть. Я про... У тебя это до сих пор есть? Да, есть. Ёхарк. И у меня было месяц назад, я пишу, у кого есть J.Lo, типа, Inglot-овский ужасный хайлайтер, типа, если не нужен, подарите мне. Это официально. Вот, Дженнифер это просто самый охранительный хайлайтер. У меня он есть, этот хайлайтер, но там осталось... У меня тоже самое. У меня уже по стенкам вот так. Я по стенке только выриваю, на мастер-классы привожу, говорю, можно ли что-то? Ну, немножко нанесли. Вот, насколько я любила. Короче, я понатка жесткая. Это бриллиант, это новая серия, это, короче, знаешь, как Fenty Beauty Sparkle есть такой. Да. Просто, типа, вводить ее в поиск Церновской и заказывать ее продукты. Ну, типа, потому что он очень крутой. Это красиво смотрится, особенно на съемки. Я все равно специализируюсь больше для портфолио. Создавая для того, чтобы вот красивое было портфолио, чтобы клиенты потом приходили. Но на коже он не прям радужный, да? Нет, он выглядит вообще, да, коммерческий. Так он выглядит бежевый. Ну, да, жемчужный какой-то. Он прям ультра-сиящий, ты еще влажной кистью. Я не сказала, типа, ну, какой-то объемочек хочется побольше. Да, это при искусственном освещении он вот так будет, да? Он, короче, при искусственном освещении и, короче, при солнышке. Но солнце — это самое лучшее, что может быть. Просто маленький носик был. Просто блик прям, знаете, такой супер маленький. Чем меньше блик будет, тем будет уже носик. Не надо здесь. А вот здесь мы делаем, чтобы у нас изгиб носа был такой, знаешь, красивый. На спинку прям наносим. Без имен, ну, просто рассказываю историю. Типа, очень часто такая ситуация. Здравствуйте, Анастасия, мы хотим вам выслать подарок. Выслать подарок, все, типа, я его пробую. Прикольный, да, прикольный подарочек. Ну, и вот, либо мне зашел не подарочек, можно такого, да? Ну, подарок есть подарочек. И тут, короче, через неделю можешь написать. Анастасия, здравствуйте, как вам подарок? Когда ждет обзор? Это был подарок. И вот знаешь, у меня была такая недавно такая ситуация. Мне подарили две кисточки и косметичку. И это был как подарок. Там даже в сообщениях, типа, мы подарок вам хотим сделать. И требуем понять, что это, да? Я, короче, говорю, ну, я пока что занят 22-го, надеюсь, сделаю. 24-го пишут мне. И что, обзора нет, Анастасия, вы нам обещали, когда будет обзор? Ну, это вот для меня это уже вообще максимально, ребята. Если подарок, то называется подарок. Я скажу так, я когда смотрела обзоры, я думала, такого не бывает. Я не верю. Я думала, что это все подставное. Да. Ты тоже не верю, да? Там есть. Типа, когда там, ну, типа, человек, там, знаешь, просто с грязными кистями. Или там, я просто думала, что это как специально. Может, договорилась, потому что как человек, типа, он же видит, что съемка идет. И он тебе все равно, ну... А было у тебя такое, что все надоело или какая-то неудача, так что, прямо, кажется, руки опускаются? У меня девчонки ко мне приходят, занимаются на онлайне со мной. И вот у многих проблемы, они, мне кажется, что я не буду визажистом, у меня все плохо. У меня такого не было. Не знаю. У меня всегда было все прикольно, все... Мне все нравилось, да, были проблемы со здоровьем. И вот я с мужем обсуждаю, он говорит, как думаешь, когда ты сможешь уйти с профессии? Вообще фиг знает. В общем, мне кажется. Я просто... Это мое любимое дело. Даже он мне говорит, а ты хочешь себе бренд косметики? Ты хочешь своей кисти? Я говорю, если ты хочешь бренд косметики, да, то есть, Кшик говорит, то есть, ты либо на бренде, либо на себя, то есть, ты уходишь с работы. У меня с другой стороны. Я не хочу уходить, поэтому пока что не планирую ничего. Сколько тебе лет? Мне 26. О, мне 27 будет скоро. 21-го. Малышка такая. Малышка такая. Просто рассказать тем, кто ездит на выезды. Смотрите, как удобно. Покупаете конверты. Это конвертики для... Ну, обычные вот эти, да? Просто из всех упаковок клеите сюда. Посмотрите, подписи видите? Смерка, десятка, 12, 15. Очень удобно. А вот эти вот... Это вручную их переклеивать? Я вручную переклеиваю, да. Все вот реснички у меня вот так переклеены. И они занимают смыслку вместо. Или вот эти коробки, вот которые... Все меня начали узнавать по работам моим до пост. То есть когда я начала такой хайп ловить, типа до посты делать, преображать. Я скажу так, девчонки, если вы не готовы к тому, что... Вот вы сделаете красивый образ за пост, и вы измените человека, вы должны быть понимая, что к вам будет аудитория приходить с такой надеждой. Изменений. И это, если вы не готовы к этому, наверное, это может у нас к вам имя. Это мало в один момент, когда просто начали ко мне приходить клиенты. И приходит женщина и говорит, Анастасия, я приехала к вам из другого города. И там верно трогает меня, говорит, я видела ваши работы, я видела, что вы делаете. Я просто в шоке. Я в таком привкушении. И просто на тебя такая жесткая, какая-то ответственность, что тебе нужно изменить человека. Она сидит в кресле, она ждет, когда ты вообще изменишь все, что она себя не узнала. Ну, конечно, это морально сложно. То есть я к этому не смогла привыкнуть, мне стало тяжело, я начала уходить из-за этого. То есть меня называли, типа, местный агуар. Это же когда агуар сама по себе такая была. Бывало такое, что человек думал, больше изменений будет каких-то. Визажисты меня поймут, то есть не всегда можно взять и изменить полностью человека. Есть такие, знаешь, типа лица, на них что хочешь нарисуешь, и будет совсем по-другому. А есть лица, которые тяжело изменить. Вот Антония такая у него. Такие моменты, конечно, когда упадают, когда тяжело к изменениям подходить, то, ну, типа, никакой эффект. А как потом люди такие, ну, типа, начинать что-то предъявлять? Конечно, не предъявлять, а другое просто отношение, типа, знаешь, когда начинают такое. Я пришла, ну, конечно, работы такие, но мне-то сделали не такое. Ты не мог это по-другому сделать, ты максимально выдался. Типа выдался, все сделал, что как мог. И это на тебя, конечно, влияет сильно. И я от этого ушла потихонечку, это было мне сложно, потому что, ну, я прям любила это делать, типа, это вообще, типа, менять людей. Я еще, короче, их отворачивала от зеркала всегда, чтобы они себя не видели. И я всегда делала такой, был себе эффект до-после, чтобы, вау, ничего себе, это я. Типа, на этих эмоциях я, знаешь, как будто, как вампир. Мне нужны были эти эмоции, чтобы заряжаться и дальше работать. И тоже у меня девчонки расспрашивают, Настя, как у тебя так много девчонок на обучение, сам себе ритажист было. Помимо этого, как я их искала, я, короче, специально отворачивала человека, чтобы, во-первых, а он не видел, чем я работаю, как я это наношу. Чтобы, знаешь, ты только приходишь, ты учишься, видишь, как с тобой работают. И когда он видит себя до и после, у него сразу же такое, я хочу научиться так же. То есть он не понимает, как ты это сделал и хочет тебе на обучение. И такая фишка, на которую мне очень сильно много собиралось людей на сам себе ритажист. Мои клиенты, они все так проходили этот путь. И как у них получалось, вот это так себя накрасить? Ну, нет, типа так, ну, есть профессиональный макияж, есть макияж для себя. То есть, ну, люди годами учатся делать этот макияж, типа, а человек только пришел за один, и говорит, научите меня так же. Но можно научить, сделать как-то похоже, но в облегченной форме. Короче, это не получится так сделать, мне кажется. А сейчас мы делаем мне именно твой фирменный. Да, делаем мой фирменный, это будет типа стрелка с помощью ресничек. Вроде как-то типа стрелки не будет, но глаз будет длинным. И я люблю, типа, придумывать что-то такого, чтобы мне сокращало время работы. Вот это одно из тех, что ресницы стрелки, которая сократила время. Была у тебя конкуренция с другими визажами, что они там тебя отопить пытались? Я часть такого встреча, да, или там критика твоих работ, что у тебя там, например, все фотошопы. Ты как будто увезтируешь. Про тебя? Расскажи. Я живу в Новосибирске, чтобы вы понимали, ко мне из Новосибирска приходят, наверное, знаешь, наверное, 10% максимум всех моих обучений. Ко мне никто из Новосибирска не приходит учиться, никто не приходит именно на повышение меня. А вот как хейтили, знаешь, в начале, когда я только зашла в один рынок макияжа, вот эти вот моменты фотошопа, причем, ну это вообще нормальная ситуация, когда мне просто, знаешь, приходят и говорят клиенты, типа, я вот там была у визажиста, она там тоже рассказывала, что вы фотошопите сильно. Блин, откуда она знает? Она даже у меня ни разу не была, она не видела, как я работаю. Про вот эти вот, когда я носы делаю, типа фотошоп, фотошоп, это все на всех пабликах, это все обсуждали. У меня как-то не заладилось с новосибирскими визажистами просто, и меня, знаешь, как какого-то изгояца, но никто не общается до сих пор, кстати, до сих пор я это слышу, это с фотошопа. Нравится, знаешь, что сейчас у меня его меньше, потому что я как-то начала общаться уже с визажистами профессионального уровня, уже хороших таких, да, которые работают давно, и этот хейтинг пропал просто, он просто, началась какая-то дружба между визажистами. Ну, не взлюбили, наверное, потому что не могут пока твои успехи повторить, и не могут тебе просить. Ты же какая-то, пришла какой-то, знаешь, молодой огурчик, пришел, забрал часть клиентов, тут начал, а я еще вниз, начала же обучением заниматься, спустя полгода работы. И кого-то это настолько задело, типа, что это непрофессионально заниматься, я вот уже там 4 года работаю, до сих пор в него занимаюсь. Ну, говорю, на чем проблема у человека, я не знаю, я почему ты не занимаешься, типа. Я, например, начала заниматься обучением вниз, когда я поняла, что я могу объяснить свое каждое действие. То есть не просто я сделала вот это вот, ну, потому что захотела, а объясню, почему ты это сделала. Я когда делала макияж клиентам, я сама себе проговаривала, я это делаю, потому что вот это. Я взяла одну девочку на пробу и пыталась ее научиться, там, знаешь, лет 10 тысяч делала, и занималась несколько дней, и учила ее, как раз, и других людей, и посмотрела, как она вообще справляется, как вообще получается, меняя лет, спрашивала, как тебе мои преподавания и так далее, вот. И, короче, после этого я училась, училась, ну, я быстро училась, типа, я взяла так, ага, в следующий раз нужно больше уделить время теории, нужно теории переделать. Мне кажется, у людей некоторые думают, что там спустя какое-то определенное время тебе, знаешь, типа, в определенное время тебе приходит какое-то такое озарение, что ты уже научился преподавать. Сейчас я внутреннюю уголочек проведу, на карандаш он не сильно стойкий, то есть мы сейчас просто делаем на фотосессию. Клиентами лучше подводку, и лучше вообще зону уголочка припудривать, пудры матовые до того, как выклеить, строите форму, когда вообще будет хорошо держаться. Всегда нужно делать уголочек длинный в начале, потому что, когда клеим ресницы, если вообще строим длинную ресницу, глаза просто сильно отдаляются, и поэтому внутренний уголочек он необходимый. Можно еще забронзовить чуть-чуть шею, потому что она на камере, она розово смотрится, а лицо, да, можно вот тут вот проверить, чтобы тебе тут на камере тоже понравилось, а то тебе потом будут... Я вообще нормально отношусь, да, на что все мне нравилось в жизни, и все. Я, конечно, все нормально. Я просто знаю заранее, даже просто когда... Ты не любая, меняешь на них, я тебе. У меня была ситуация с блогером, которая очень сильно на меня повлияла, и я три дня от нее отходила. Я написала девушке, блогеру, прям такому крупному, и сказала ей, что я хочу ее накрасить. А я тогда еще не была такой прям сильно известной, да, но в городе меня все знают. Я ей говорю, типа, вот я хочу вас накрасить. Она говорит, я скоро буду в городе, напишу вам. Хорошо. Она мне потом пишет и говорит, типа, здравствуйте, типа, я приехала, у меня завтра мероприятие, можете мне собрать. Все, она приходит ко мне, я думаю, сейчас я познакомлюсь с человеком. Я рекламу не хотела, мне было без разницы на рекламу, я просто хотела с человеком познакомиться, который достиг такого уровня. Блогером, там у него 500 тысяч подписчиков. Пришла, конечно, женщина. Короче, получилась такая ситуация, я ее крашу. Собираю на мероприятие. Какой у меня кляшки? Она говорит, любой. А я у нее решила спросить, а вы часто ходите, ну, так вот, на такое мероприятие? И она такая мне говорит, ну, это же моя работа. Я крашу и думаю, какая работа. Типа, что, работа, приходить моделью? Потом я понимаю, сижу, что она думает, что я ей должна, ну, типа, деньги заплатить. Типа, как она работает. Я такая, а я, короче, до этого спрашивала, у нее реклама, сколько стоит. Она мне писала 25 тысяч рублей. А, и я поняла, 25 тысяч, я выхожу, начинаю плакать. Выхожу, ну, типа, она не видит, что я плачу. Мужик на нее, и никого любого. Она еще в той студии работала, там, которая так только начинала. Я говорю, мне стоит блогер, я должна ей 25 тысяч. Я, типа, боюсь, типа, чем мне, типа, делать, иди, типа, так и да. Он говорит, ну, типа, не переживай, типа, подойди, скажи ей, что вы такого не поняли. То, что, ну, типа, ты позвала просто, да, как она думает, что... Сюда расскажем. Я думаю, что я, типа, должна денег. Я захожу, слезы высерва, подхожу к ней, окрашиваю, говорю, мне кажется, вы, типа, ты друга не допоняли? У меня сейчас такая странная ситуация произошла. Она говорит, какая? Я говорю, вы ко мне пришли, думаете, что я вам денег должна заплатить сюда рекламу? Она такая, да. Я говорю, я вас просто позвала познакомиться и накрасить у вас обратное мероприятие. И тут она сидит такая, говорит, пустец. И, короче, начала, вот, знаешь, да я вообще-то могла еще заработать деньги. Ты знаешь, что мне вообще предлагали сейчас работы? Типа, я сижу здесь, и я просто сижу, и я еще, если плачу еще, потому что, ну, это вообще... Она говорит, не плачь, давай, докрашивай меня. Ну, короче, я докрасила ее, я пофотографировала. Она потом выложила все мои работы к себе на меня. Она говорит, накрась меня, докрашивай, я тебя в истории отмечу. Мне не нужна была реклама, типа, просто... И, понимаешь, после вот такого первого моего момента, когда я знакомилась с крупным блогером, у меня как-то боясь, короче, людей. Вот, то есть... То есть она думала, ты ее зовешь, чтобы она с тебя отметила все. Да, да, типа она думаешь, что я должна... Рекламу у нее как-то... Я уже рекламу купила. Да. Вот. Но там, знаешь, и моя вина была, что я человеку сначала пишу, что я хочу тебя собрать, да, вас, чтобы сказать, с вас собрать. А потом у нее задним числом, когда мы уже договорились, слушайте, сколько стоит реклама. А мне было просто интересно. Ну, просто спросила. И она подумала, и я, типа, ну, неправильно выразилась, конечно. Я себя, вот, я сейчас тебя крашу, мне комфортно. То есть я не переживаю, я себя чувствую в своей тарелке. Потому, типа, мне комфортно. Но я боюсь, я не чувствую, когда мне некомфортно. Когда я себя чувствую, как, знаешь, типа, прислуга, типа, вот такой момент. Ну, ты же заранее не знаешь, какой человек? Нет, конечно, не знаю. Как сложиться тоже не знаешь. Для меня самое важное, это вот понять, хоть бы был человек хороший, хоть бы был человек хороший, все, типа, если человек хороший, спокойно, идет на разговор, типа, с ней приятно общаться. Конечно, тебе комфортно будет вообще. Ой, мне кажется, вот, работа с клиентами, это совершенно вообще другая область. Ты знаешь, когда работаешь к клиентам, с ней приходит человек, который себя воспринимает, вот, может, вообще как-то иначе. Не по каким-то своим правилам, которые тебя учили. Приходит девушка, а у нее нету полброви. Ну, у меня вот была такая ситуация. Она вот выщипала себе вот эту часть, вот, до суток, вот так вот. Я такая, так, ну, сейчас я возьму геневую подводку, там, возьму вот эту, вот, всякую подводочку для тени, вот эти кремовые, и нарисую ей брови. Она мне говорит, мне брови рисовать не надо. Я вот так вот вышипываю уже 10 лет. Я так себя привыкла видеть. То есть, только уголки вот так вот есть, и далеко друг от друга прям брови. И она говорит, типа, я так себя воспринимаю, я не могу себя воспринимать другими бровями. И то есть, таких ситуаций много. И когда мне там вопрос нормальный для клиента, вы у него спросите. Вот так вот. Это, чтобы я тебе контур нарисовала хорошо. А это ружбанируешь пудру? Это одна из самых крутых пудры, именно матирующая. Она очень классная, она, кажется, на скользкий эффект создает. А когда будешь плакать, будешь потеть, она будет так, как-то, как-то спускаться. У меня появился мастер, который первый раз работал с выпускницами. Я ее подготавливалась, возможно, потому что это работа сложная, это работа на поток, это работа с разными ситуациями. Я ей говорю, типа, что вот, типа, сейчас будет выпускная, ты подготовься ко всему. А у нее было, короче, в один день три клиента. Я решила прийти посмотреть еще, как она справляется, спросить, как у нее дела. Подхожу к ней, говорю, ну что, она говорит, слушай, Настя, выпускные, такое прикольное, всем такие легкие макияжи, вообще мне так нравится. А я вижу, у нас, у нас такие большие окна в студии, весь рост, и я вижу, что возвращается девочка, которую она, конечно, накрасила, своей мамой идет. Другой говорит, ты наша клиентка, говорит, да, наша, заходит к нам, и там заходит мама наряженная. Такая девчонка, у меня здесь платье, здесь косынка. И такая заходит, короче, просто дверь только открывает. Кто сделал из моей дочки проститутку? И просто у меня муж, он администратор, он такой, здравствуйте, да, мы сейчас подойдем мастера, и типа, ну вообще что? Она начала просто, я такого в жизни не поняла, когда тебя просто, знаешь, тебя перебивают и говорят, вы посмотрите на нее, да, кто так делает, да, эти губы, да, эта кожа. Да, это же, девочки, 15 лет. А девочка, короче, она пришла же сама, она, что хочешь, она когда уходила от нас, она говорит, это был мой первый макияж, она прям говорит, я к вам приду, мне очень понравилось. И тут она возвращается своей мамой, и девочка простоит вот так, для нее мама кричит, она сидит вниз смотрит, она говорит, она садится, ревет, говорит, ей не нравится макияж, я говорю, нифига, мы четыре с половиной тысячи рублей за образ отдали, мы вернемся, нам его переделают. Она говорит, переделывайте мне быстро все, а у нее следующий клиент, а я пришла пововремя, я думаю, сейчас помогу. Я начинаю, короче, смывать макияж, она начинает просто реветь, потому что она слышит, как просто мама орет на администратора, а эта девочка сама записалась, и мне так жалко ее стало. Типа девчонка, у нее выпускной, и просто мама ее заставила, и я, типа, это трэш. Я, короче, есть правило, чтобы ты понимала, у нее были накрашены губы, я для прикола. Мы смыли, и я накрасила ее так же с этими средствами, и мама заходит, такая уже в конце. Ну вот это другой разговор, ну вот кубки как красивые какие, а вот кожа какая такая, да, все хорошо. Ну, то есть просто, знаешь, человек, есть такие люди, которым нужно вот немножечко кого-то вот так вот потрясти. Насколько ты думаешь, адекватно увеличивать их? Можно? Вот смотри, у нас есть пигмент, вот такой, видите, красненький. Дальше у нас есть объем, он идет обычно светлее, такой беленький, а после объема у нас образуется тень. Я не знаю, любят эти тени, но я их рисую тоже. Ну, короче, вот у пухлых губ, когда губы развернута, вот эта вот часть, где я нарисовала тебе, образуется тень, и я крашу по тени. То есть я беру специально карандаш, это карандаш типа цвета скульптора. Если он смывается, он как тень потом остается, и я прокрашиваю уже выше контура по тени. Типа это максимальный контур, который можно повысить, ну типа увеличить его меньше. А что за NYX? Это NYX, нют бешеный, нют бешеный, нют бешеный посветлее, а нют бешеный он прям темный. И вот это, видите, этот объемчик, мы его вот так вот затеняем, потому что он выделяется из-за того, что он светлее. Вот, мы его должны затенить, и тогда у нас губка будет плоская, то есть у него выровняются объемы. И здесь такая же ситуация. Но я не просто так взяла эти карандаши. Во-первых, они цвета скульптора, это натуральная тень, да. А во-вторых, они в дереве, они не восковые. Потому что если вы восковыми будете проходить, у нас пушок есть у всех, и он может подчеркиваться восковыми такими, знаешь. А вот такими в дереве он не подчеркивает пушочком губой. Насчет хейта, да, у меня за контурок, то это вообще же мой хейт. Самый первый, наверное, появился. Губы за контурок, вот так, так не красят губы. Зачем вы это делаете? Еще без разницы, мне нравится, если за контурок ухожу, я себя спокойно чувствую. А есть люди, когда выходишь за контурок, они, типа, им просто, ну, неудобно, они себя некомфортно чувствуют с такими губами. Пожалуйста, не надо их красить. И клиентам так не прошу. То есть, если человек мне заранее говорит, но обычно, видишь, клиенты приходят на работы, если вы это видите, то, что я любитель за контурок, ко мне приходят такие же личницы и просят сделать такое. Надо максимально нам убрать объемочку. Ломана это ломальная бима, да, от Чикабана. Хорошо. Оттенок 110. Вот такая вот от Чикабана. Чехол, не обращай внимания, они там разные, но вот у нее оттеночек. Неудобный, да? Неудобный такой, да. Я люблю неудобный, вот видите, такой, с розовиночкой, ну, такой вот. Естественно, неудобный. То есть, я не люблю плоской кисточкой наносить помаду. Я люблю, когда помада когти, то есть, такая полупрозрачная, чтобы комфортно было, когда вот липнутся эти губы, такое, мне не нравится. Да, они могут. Розвали. Короче. Давай вот это до сустава. Розвали, нет. Не узнают, но просто это так смешно. Эта салфетка обычная, мы вырезаем из нее треугольник для того, чтобы веснушки нанести в том месте, где они должны быть, потому что, когда вот так вот мы доносим, они везде. Ну, у тебя везде. Да, потому что я не парюсь. А вот здесь тебя я попарилась. Вот, если я отечетком, вообще клиентом, моделем вот так вот делаю, нос, видишь, типа нос крыльпный. Трапарет. Да, трапарет. И веснушки попадают там, где они доносят. Так, что это такое, кремлёбовое? Это ж такое кремлёбовое. Это лореаль, красное дерево. Для волос вообще? Да, это вот корни волос, вот, но им делают веснушки. Да, они более естественные, как должны быть в веснушке. Там есть разные цвета. Вот Маша сказала, что ей понравился тёмно-русый. А, просто русый, да? Что мы делаем? Мы должны научиться нажимать пальчиком правильно на него, потому что если обшипнуть, у тебя будет коричневое пятно вот так вот будет. А если красиво сделать, тогда пятна не будет. Мы закрываем глаза тебе, закрывай глазки. Давай сначала так сделаем. Слышите звук? Да. Слышите? Вот этот звук, вы должны привыкнуть к нему. То есть это правильный звук веснушек. То есть слегонца нажимаем. Слегонца такой, чтобы она чего-нибудь плювалась немножко. Пузырики как будто. Да, вот так вот. Вот всё. Холодно было? Немножко, да. Лайфак, если у вас проблемная кожа, вы перекрываете тоном, сверху носите веснушки, и у вас не видно, где высыпание. То есть у вас, знаешь, это я тебе локально сделала, а можно на всё лицо, и тогда получается, что не видно, где высыпание, а где прыщ. У меня все. Мне, кстати, на руку немного попало. На руке тоже. А, на руке, это ещё на груди. Вот, видишь? Ну, это нормально. Это уж естественно. И это жидкие колготки от Inglot. Он с жёлтым потоном, красивым, 94-й цвет. Прям вот. Мы затонируем веску ещё, чтобы пигмент брать. Часто, особенно сейчас летом, из-за жары, плечицы подгорают. И солнышки. А, кстати, а ресницы будем обрезать? Обрезай на меня. Ну, можно, да. Да, можно. Я это делаю, когда мне нужно подровнять ресницы. Когда у меня ресницы немножечко выбиваются из общего контура, и одна ресница, конечно, выпирает. Думаешь, блин, что делать? Ты его переклеиваешь? А веснушки как натуральному так вон видят? Конечно. На блюх можно вообще, если есть желание, да. Вообще, а ты видишь, натуральные веснушки прям выглядят полностью? Да. Они очень странно выглядят. Я когда недавно увидела у девочки, я такая, это веснушки натуральные, у меня все лица была веснушка. Так, а что, они выбиваются, или просто это хочешь короче сделать? Короче, у тебя вот здесь выбивалось. Вот даже здесь кончик выбивается. А ты там можешь смотреть? Главное, чтобы рука не дёрнулась. Давай так. Ну, вообще, да. Вообще. Ну, ты... Не бойся, не бойся, я не смотрю. Так, веснушки готовы. В принципе, можно на каждый день так делать, да? Веснушки? Да. Я говорю, что мне очень... Я столько людей подсадила эти веснушки. У нас очень много леченок, просто меня просто покупают. Я всегда делаю веснушки, меня веснушек не увидит никто. Я бы хотела яркий макияж себе делать. Хотя бы... Некоторые, наоборот, бы хотела, типа, яркость, это почерпление. А мне хотелось оставить акцент на... На вот волосы, на саму себе. То есть яркость. Главное, чтобы не переборщить. О, так красиво. И прикольно, когда у неё этот жаден. Я, кстати, вообще перед тем, как собирать модели, клиентов, мне всегда очень важно смотреть профили для того, чтобы понять, какие образы делали, и что мне нравится, какой образ мне на ней понравился. Какая прическа мне идёт. Вот. Я у тебя тоже смотрела, чтобы примерно понимать, что мне нравится. Там у тебя был какой-то вот такой момент, одна прическа, где она куда ушла. Так, ну что, ребят, мы закончили. Веснушки готовы. Мне ещё немножко укладку изменили, и она стала более объёмной. Отфоткались и сделали классные релсы. Так что я хочу сказать большое сейчас спасибо. Мне кажется, сегодня было очень интересно. Я надеюсь, вам тоже. Я надеюсь, тебе тоже. Мне понравилось. Мне правда очень понравилось. И я уже сказала, Алене, что мне было с ней очень комфортно работать для меня. Это очень важно. Так мило, взаимно. Мне понравился образ. Ты выглядишь прикольненько. Мне нравится. Да, я согласна. Такая гумурная чика. Да, без перебо. Просто тут ресницы с трелками. Всё. Красотыка сделали. Спасибо. Всё, ребята, оставьте ваши комментарии. Твой ник в запрещенной сети я тоже оставлю в описании. К сожалению, ссылка. Ялочик. Ялочик. Пишите ваши впечатления. Как вам всё происходящее. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, вам зашёл этот длинный интересный выпуск. И всем пока-пока. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok